Привет, друзья! Тема сегодняшнего видео будет у нас угольные щетки, которые используются в каждом инструменте, ну, за исключением бесщеточного. Я в данном видео постараюсь ответить на два вопроса. Где покупать угольные щетки и как их подбирать? Первый вопрос, где их покупать? Да, многие знают, что нужно их покупать в сервисном центре, я говорил и буду говорить, в сервисном центре своего города. Но также некоторые все равно покупают, пытаются найти их по интернету. Ну, смотрите, предположим, возьмем самые-самые продаваемые, то есть это угольные щетки от китайского инструмента. Цена у них колеблется от 100 до 200 рублей, можно даже за 80 найти. Но смысл заказывать по интернету, у вас пересылка где-то столько же выйдет по деньгам. Еще ждать придется времени, как бы, довольно-таки много. Заказывать их прозапасно, ну, я тоже смысла не вижу. Так, в домашних условиях, как правило, ну, одну щеток хватает где-то года на 4, может быть и на 5 лет. И поэтому я рекомендую покупать щетки либо в специализированных магазинах, либо в сервисных центрах. На возражение сейчас люди будут писать, говорят, а, интернет там у вас сервисы, там, хоп-хоп, прижимает сервис там, вот поэтому ты говоришь, да нет. Я сам продаю запчасти через интернет. И раз в день, стопудово, кто-то позвонит и спросит, а вот у вас есть угольные щетки там на штурм, можете высылать мне их там в Нижний Новгород. То есть это выйдет где-то 150 рублей. И щетки там будут стоить где-то рублей 150-300 рублей. Вот, и как бы, человек объясняет, что начинает тоже думать, да, можно ли вы бесплатно как-то это вышлить, а нет, бесплатно не бывает. И поэтому сервисный центр, только сервисный центр, это будет быстро и надежно. По вопросу, как подобрать угольные щетки, сейчас я вам все покрупнее сделаю, покажу и расскажу. Потому что щетки, как бы, очень многие встречаются похожи, но все равно там определенные моменты есть. Ну что, давайте все покрупнее. Итак, щетки в основном бывают на пружинке и на поводке. Также, как правило, щетки все разного размера. Вот эти два основных показателя. То есть, это поводок, либо пружинка и размер самих щеток. Не так часто, но все же иногда встречается щетка-поводок, где под винт. Не под мамку, а именно под винт. То есть, щетка, которая идет под мамку, можно легко переделать, чтобы зафиксировать ее винтом. То есть, вот здесь просто взять, расплюснуть все это дело, сделать небольшое отверстие и прикрепить винтиком. Контакт будет и нормально. Для чего нужны размеры щеток и для чего я говорю в каждом своем обзоре? Также там есть другие люди, которые также говорят в каждом обзоре. Это все нужно для того, чтобы щетка не болталась в шахте. Это вообще недопустимо. Она должна четко входить именно в сам щеткодержатель. То есть, видите, оп, зашло. И так она должна плотненько здесь сидеть. То есть, естественно, она должна двигаться. Для примера, если взять другую щетку, она меньше. Видите, как болтается? Такого делать не надо, она будет гореть у вас. То есть, нельзя так делать. То есть, нужно подбирать щетки непосредственно под размер. Если вы щетку своего размера не нашли, но нашли щетку, грубо говоря, по ширине, она такая же шахты получается. Точнее, по толщине такая же, а по ширине чуть шире. Ничего страшного. Берется наждачка и аккуратненько, аккуратненько все это снимается. И потом вставляется. И ничего не будет. Как бы это в порядке вещей. Так многие делают. Также у щеток есть небольшое отличие по выводу провода. То есть, видим, здесь провод выходит сверху, здесь сбоку. Но здесь уже нужно смотреть конструкцию самого инструмента. Допустимо ли заменить щетку, где была она с верхним выводом, на боковой вывод. То есть, если она станет, то станет. Не станет. Но тогда уже надо искать с верхним выводом. Надеюсь, данное видео было полезным. И вы самотухи не будете перерывать весь интернет в поисках щеток. Обратитесь в сервисный центр. Либо специализированный магазин в своем городе. То есть, я думаю, они вам что-то подберут. То, что я сказал по поводу переделывания щеток. Да, такое возможно. Но это используется уже в редких случаях, когда реально нет такого размера щеток. Обычно щетки всегда подбираются. Практически на любой инструмент. Но сейчас я больше говорю о инструменте среднего ценового сегмента. То есть, это штурмы, калибры и так далее. У них бывает даже одни и те же щетки используются. Но мастерская, либо магазин не может четко сказать, какая... Я даже сейчас не знаю, какая в штурме используется щетка. То есть, нужно смотреть по размеру. И просто нереально все это запомнить. Бош, Макита, Митабо и так далее. Там намного все проще. Там все подвязано к артикулу. То есть, проще это все найти. Но также у них там выше ценник. И, как правило, в фирменном инструменте щетки идут с автоотключением. Что такое автоотключение, я уже как-то объяснял на своем канале год назад. На основном канале мы там испытывали, проверяли. Есть ли автоотключение в щетках от УШМ зуба или нет. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.